О ходе реализации противокоррупционных программ говорили в Культурно-деловом центре. Там состоялось заседание Межведомственного совета. Главы управления и ведомства рассказали, какие меры принимаются для предотвращения и устранения коррупционных дел. Традиционными мероприятиями в первом полугодии стали семинары и совещания. На заседании были высказаны предложения по улучшению профилактических мер. Управление Министерства внутренних дел предложило учредить должность независимого эксперта. Такие специалисты нужны для проведения исследований, например, в строительной сфере. Опыт независимых исследований имеет Казахстан. Ямал-Ненецкий округ пошел еще дальше. Там создано управление по коррупционным правонарушениям. Глава региона поручил администрации проработать этот вопрос. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Вторыгина продолжает посещать социальные объекты нашего региона. Напомню, с рабочим визитом она уже побывала в поселках Искатели и Красное и осмотрела комплексный центр социального обслуживания. Эта сфера депутату знакома очень хорошо. Помимо законотворца Елена Вторыгина является еще и представителем постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ по социальной политике и правам человека. Первым делом депутат Госдумы пообщалась с коллективом учреждения. Она отметила, что социальный работник – одна из самых благородных профессий во всем мире, поэтому их труд всегда оценивался высоко. Представители комплексного центра, в свою очередь, заверили, условия труда их полностью устраивают. Затем Елену Вторыгину ознакомили с работой социального центра. Ей показали лечебные комнаты, медицинские кабинеты и различные комнаты отдыха. Позже депутат посетила первую общеобразовательную школу. Законотворцу продемонстрировали обновленный актовый зал, который реконструировали этим летом. Помимо этого устроили экскурсию по учебным классам. Первое, что бросается в глаза – это дети. У вас изумительно красивые дети. И такие пытливые, умные взгляды и открытые очень, ребятишки. Меня вот это поразило, что в детском саду я вчера посещала, что школу сегодня. И вы это тоже наверняка замечаете, может, уже у вас привлекался разгад, я свежий человек. Потом мне очень нравятся педагоги, педагоги. Они живут в школе, что в детских учреждениях, что в школе, они просто этим живут. Также Елена Вторегина отметила высокую готовность местных образовательных учреждений к новому учебному году. К примеру, она сказала, что в Архангельске с этим все скромнее. Помимо прочего, депутата приятно удивила новость, когда ей сказали, что в наших школах дети питаются бесплатно. Еще один гость из государственного парламента навестил наш регион. Депутат Ольга Епифанова прибыла с визитом в Наринмар и посетила ряд образовательных учреждений. Первыми в ее списке были детский сад «Кораблик» и «Дом малютки». Специалист по вопросам семьи, женщин и детей оценила обстановку и дала свою оценку увиденному. Детский сад – популярное место гостей из других регионов. И это не случайно. Дошкольное учреждение – своего рода индикатор состояния социальной политики. Депутат Государственной Думы Ольга Епифанова начала знакомство с округом в детском саду «Кораблик». «Кораблик» – один из детских садов, где есть группы кратковременного пребывания с двухразовым питанием. Это позволяет детям постепенно привыкать к садику, а родителям работать в полсмены. На летний сезон дошкольные учреждения города закрываются не все сразу, а по очереди. Эти факты говорят о тесной взаимосвязи с властями, поделилась своим мнением депутат. В Доме малютки гостья узнала, как складывается судьба детей, от которых отказались родители. Части из них усыновляют и берут под опекунство. Для остальных родными и близкими остаются воспитатели няни. Дом малютки помогает детям не остаться брошенными. Появление таких учреждений в стране – следствие семейных проблем. Ольга Епифанова, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пояснила. Сегодня обычной семье не уделяется должного внимания. А ведь зачастую в учреждения попадают дети, чьи родители не смогли решить свои бытовые проблемы. Мы считаем, что главная скрепа государства – это семья. И даже и не ЖКХ, и не здравоохранение, а именно семья. Потому что в здоровой семье и психологически адаптированные, социально люди вырастают. Эти люди благодаря семье могут реализовывать свои таланты и строить свои семьи. Поэтому семья во главе всего. Депутат уверена, что семьи и родственников опекунов окажут на детей более благотворное влияние, чем приюты. И в этом плане России стоит присмотреться к опыту европейских стран, где усыновленных детей любят как родных. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал Север. К другим темам. Управление АПК и торговли округа предлагает зафиксировать розничные цены на семь видов продукции из мяса оленя без привлечения дополнительных бюджетных средств. Это станет возможным при увеличении цен на всю остальную продукцию мясокомбината, отметил начальник управления Сергей Киселев. Цены на продукцию из мяса оленя были зафиксированы еще в июне 2013-го. И такими останутся, но только на семь так называемых социальных видов продукции. Это вареная колбаса бандарская второго сорта, полукопченая колбаса тиманская, сосиски печерские, фарш олени натуральный и олени на первой, второй и третьей категории. Но при этом, чтобы предприятию обойтись без привлечения дополнительных бюджетных средств, подорожание остальной продукции не избежать. Мы предлагаем все-таки зафиксировать эти цены без дополнительного бюджетного финансирования с увеличением на 8,2% цен на остальную деликатесную продукцию, которая выпускается с добавлением сыреб, завозимого на территории Украины. Это, прежде всего, мясо с свинью. Если же сохранить фиксированные цены на всю мясную продукцию, предприятию необходимо будет выплачивать из бюджета региона дотации в размере 35 миллионов рублей в год, добавил Сергей Киселев. Оставайтесь с нами, и вот о чем пойдет речь сразу после рекламы. До Кирова из Сыктывкара с пересадкой. ЮТР-экспресс отменила прямые рейсы. Округ ищет нового перевозчика. Сильные люди вернулись в округ. Юные активисты из 4-й школы привезли с Владивостоком массу впечатлений. Красота – первый шаг к счастью. Сделайте его навстречу с салоном красоты «Парадис». Для вас процедуры по уходу за кожей лица и тела. Профессиональная косметика. Большой спектр косметологических и эстетических услуг. Консультации бесплатно. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Полярная 25А. 8-911-684-4011. Боулинг-клуб «Страйк» приглашает провести незабываемый отдых всей семьей. Бильярд. Боулинг. Аэрохоккей. Баскетбол. Экзофильмы. 6D. Боулинг-клуб «Страйк». Первомайская 7А. Телефон 4-64-46. С 8 сентября авиакомпания «ЮТЕЙР-Экспресс» прекратила прямые рейсы по маршрутам Наринмар-Архангельск, Наринмар-Киров и Наринмар-Сыктывкар. Теперь добраться до этих городов из Ненецкого округа можно только с пересадкой в столице или Санкт-Петербурге. В «ЮТЕЙР-Экспресс» отмену рейсов обосновали изменением подхода к маршрутам. Сейчас в окружном управлении ЖКХ и строительства ведут переговоры с компанией «Нордавия». Как пояснила начальник ведомства Валентина Саутина, этот перевозчик готов увеличить количество рейсов в сторону Архангельска. Глава региона Игорь Кошин поручил управлению провести переговоры с Коми-Авиатранс насчет перелетов из Наринмара в Сыктывкар. Решить вопрос с перелетами должны до 15 октября. Отдохнули, загорели, а теперь пора за парты. В столицу региона вернулась группа школьников из 4-й образовательной школы, которые отдыхали в оздоровительном лагере «Океан». Он расположен в пригороде Владивостока. Ребята участвовали в заключительной смене «Сильные люди». Название площадки говорит само за себя. Юные активисты за три недели узнали много нового и полезного. Но самое главное, как они признаются сами, научились дисциплине, а также ценить свое свободное время, что для школьника немаловажно. Путевки ученикам 4-й школы вручило Министерство образования и науки страны за, цитирую, «активное участие во всероссийском патриотическом движении Отечества». Стоит отметить, детский центр «Океан» – это одно из самых престижных мест отдыха среди детей. Его даже сравнивают с Черноморским Артеком. В этом году Ненецкий округ – единственный регион северо-западом, который был поддержан на уровне Минобранауки. Участниками заключительной смены стали более тысячи школьников из 29 субъектов страны. Ребятам была предложена насыщенная программа. Она включала развлекательные игры, спортивные турниры, турпоходы, а также встречи с интересными людьми. Вот за эти 21 день, которые мы там провели, «Океан» стал для меня сильным вторым домом. Мой отряд стал для меня второй семьей, вожатый вторыми родителями. То есть это вот такая атмосфера незабываемая просто. Я открыл себе таланты в некоторых видах спорта, в том числе в бадминтоне, научился моделированию и собираюсь теперь устроить где-нибудь в Наримаре кружок моделирования. Это был вообще мой первый лагерь в жизни, и это было просто незабываемо, потому что столько эмоций, и нас многому чему научили. Мы научились, самое главное, наверное, оценить время, потому что там его было, свободного времени было очень мало. На штиль давали один час, и ты за этот час успевал сделать просто все, чего не мог сделать, дома часов за пять. Я нашла новых друзей, знакомых, мне понравилось, было весело. Ну, правда, в первые дни, как всегда, ну, было, так сказать, грустно, скучала очень, но потом привыкла, с всеми познакомились, и уже все вместе весело делали. Там висела на стене карта, и мой канал с Денисом показывали, откуда мы приехали, и все удивлялись, что так далеко. Еще путали нас с Ямало-Меньским, в целом. Ребят на отдыхе сопровождала Ольга Пахомова. Это заместитель директора 4-й городской школы по воспитательной работе. Кстати, поездка должна была состояться еще в прошлом году, но ее отменили из-за сильного наводнения в Хабаровском крае. И мы снова прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Ненецкий Бубин отправился в долгое полярное путешествие. Первыми его радушно приняли жители Ямала. Драгоценные жители Нарьенмара, ювелирные гурманы и большие ценители изысканной роскоши. С радостью сообщаем вам о том, что 13 сентября распахнет двери ювелирный бутик «Фионит». Вас ждут новый интерьер, новая коллекция, новое знакомство с таинственным миром ювелирных украшений. Подарки и угощения всем покупателям «Фионитна» с Медовича 18 приглашает. Вы просили и мы продлили. Только до 7 сентября. В «Техновидео» на весь ассортимент скидка 50% и не процентом меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается! В преддверии 85-летия окружная газета «Нарьяна Виндер» проведет масштабную акцию. 14 сентября в единый день голосования на избирательных участках будут работать волонтеры. Они выступят в роли внештатных корреспондентов газеты. На участках они проведут приз анкетирования. Каждому участнику предложат ответить на несколько вопросов об истории Нарьянки. За правильные ответы организаторы обещают призы. Кроме того, на избирательных участках разместят поздравительные альбомы. Всего 50 тетрадей. В них каждый сможет оставить пожелания старейшей газете Неницкого округа. 20 лучших поздравлений опубликуют на полосах Нарьяна Виндер. Победителям вручат подарки. Сюда каждый желающий, еще раз повторю, неважно сколько ему лет, даже если он еще не ходит в школу и даже если он еще не умеет писать, он может поздравить газету, например, каким-нибудь интересным рисунком. В тот же день, 14 сентября, на крыльце офиса газеты пройдет праздничный концерт. Также работники пера организуют экскурсию в самое сердце редакции – типографию. Здесь расскажут о новом оборудовании и современных технологиях печати. Циркумполярная эстафета набирает обороты. Напомним, месяц назад во время арктической конференции в Неницком округе стартовала необычная акция. Ее главный участник – Неницкий бубен. Ритуальный предмет северных народов должен объехать все циркумполярное пространство. По задумке организаторов, где бы ни останавливался бубен, на нем должны остаться отметки. Первыми свой след оставили жители Ямала. Чтобы поставить отметку на бубне, ямальцы пустили в ход высокоточную технику. Лазерную гравировку постарались сделать таким образом, чтобы не повредить кожу музыкального инструмента. Перенос рисунка с компьютера на поверхность бубна занял всего несколько минут. Гораздо больше времени потратили ямальские художники на подготовку макета. Сам рисунок отражает нашу специфику региона, где пересекается коренной уклад жизни коренного населения и промышленного. Бубен участника эстафеты можно сравнить с конвертом, на котором, как почтовые марки, будут появляться отметки. Их оставят народы, живущие вблизи Северного Ледовитого океана. Все они имеют единые корни и общее культурное прошлое. Организатор акции Матвей Чупров бубен для этих целей выбрал не случайно. Он похож на Арктику. Он такой же круглый, такой же красивый, но он разный. Если стучать по бубну, то в каждом месте будет совершенно разный звук и будет совершенно разная музыка из этого выходить. Бубен является бубеном только тогда, когда он целый, когда все вместе. Жители Ямала циркумполярной эстафете пророчат успех и видят в акции только положительные стороны. Этот проект, я думаю, что он все-таки направлен на сближение именно народов Севера, субъектов Российской Федерации, которые находятся в арктической зоне России, ну и прежде всего на развитие все-таки добрососедских отношений между субъектами. Следующей остановкой Нейнского бубна станет Красноярский край. Куда отправят ритуальный предмет дальше, решать только красноярцам. По задумке организаторов, бубен должен побывать еще в Мурманске, на Таймыре, Чукотке, в Хантамансийске, Карелии и Республике Коми. В циркумполярный регион входят и другие страны – Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Канада и США. Как долго продлится путешествие, еще неизвестно, но в конечном итоге бубен вернется в Наринмар. Екатерина Гончарова, Дмитрий Усов, Максим Терентьев, Телеканал Север.